Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на Марафон Бет, где каждый день вас ждут тысячи событий, трансляции матчей, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. Марафон Бет, присоединяйтесь по ссылке в описании. Уайн Руни за 13 лет в красной майте стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Юнайтед и взял вместе с клубом 16 трофеев. Его называли мотором команды, но в прошлом сезоне всем стало ясно, ветеран уже не вывозит, поэтому этим летом он бесплатно ушел в Эвертон. Наверное, такой ход событий Руни предвидел еще в мае, поэтому в своей последней рядовой игре чемпионата на Олд Траффорд вышел после матча с маленьким сыном на руках на поле, чтобы попрощаться с болельщиками. Ну а это было настолько буднично, что многие ничего и не заметили. Хотя, согласитесь, лучший бомбардир в истории клуба достоин гораздо лучших проводов, а каким еще игрокам, отдавшим своему клубу лучшие годы, не сказали спасибо. Недавно вспоминали самые трогательные прощальные матчи в истории, теперь по вашим просьбам выпуск про тех, кого обидели. Это топ-5 легенд, с которыми не попрощались. Пятый, Андреа Пирло, Милан. Вообще, Росонери обычно красиво провожают игроков, но Спирло, который по сути и был главной причиной успеха, в который вел игру, поступили безобразно. Руководство клуба не верило в 32-летнего футболиста и предложило ему продлить контракт только на один сезон, да еще с невысокой зарплатой. А обиженный полузащитник отказался и ему указали на дверь, уговаривать никто не стал. О прощальном матче и речи не было. А потом футболист объявил об уходе партнером на тренировки и заплакал. Андреа, все очень тепло, потрепали по голове и он уехал домой. Все? Вот именно, все. Карьере Андреа конец. Ага. Пирло перешел в Ювентус Конте и выдал лучший период в карьере. Став символом непобедимого Юве и трижды к ряду становясь лучшим игроком Италии. Также в Милане фактически не простились с Кака и Шевченко, которые даже возвращались в клуб. Но самая некрасивая история была именно с Андреа. Четвертый, вы не поверите, Корлес Пуёль. Один из лучших защитников в истории. Он воспитанник Барсы, был верен ей всю карьеру и 10 лет был капитаном. Что еще нужно? Но уход легенды в Каталонии прошел почти незаметно. Еще в марте Железный Корлес объявил об уходе из клуба по завершении сезона. Ведь почти весь 2013 и 2014 он промучился с травмами. Как признался сам, поплатился за то, что всю карьеру не щадил себя. Конечно, лицом выносить мячи Роберто Карлоса из пустых ворот Барсы. К концу сезона Пуёль уже восстановился от всех травм. Тем не менее, на решающие игры чемпионата его и заявлять не стали. И даже не выпустили символически на пару минут в конце. Зато через полгода после ухода игрока, президент Барсы Жозеф Бартоломео заявил, что Корлесу обязательно устроят прощальный матч. Загуглите в интернете, сразу наткнетесь на эту фразу. Безусловно, Пуёль заслуживает такого мероприятия. Сейчас этот вопрос находится в процессе обсуждения, нам нужно выбрать дату. Класс! Но матча прощального не было! Не было! Они во всеуслышание пообещали и не провели. А подобное обиднее всего. И это по сей день остается одним из самых возмутительных эпизодов в истории Барселоны. Даже отсутствие прощального матча Рональдинью с этим не сравнится. Третий. Александр Шавковский. Он с 8 лет был в Киевском Динамо. Посвятил киевлянам всю карьеру и до 41-го был в отличной форме. 23 года на воротах одного клуба. Он один из самых верных игроков в мировой истории. И рекордсмен чемпионата Украины по количеству матчей. Что еще? Спрашивается нужно, чтобы организовать прощальный матч. Но у Сашо его не было. Он в сентябре 2016 провел против Зари, как оказалось, свою последнюю игру. Дальше на поле выходить помешали травмы и конкуренции со стороны молодого Артура Ручко. Так что в декабре Шавковский просто написал в фейсбуке, что его контракт истекает в конце года и продлен не будет. Больше никаких прощаний с игроком не было. Хотя болельщики их упорно ждали еще полгода до конца сезона. Но тщетно. После чего весь украинский интернет просто взорвался от негодования. Даже легендарный Василий Рад заявил, что руководство Динамо просто унизило Шавковского и болельщиков. После чего Игорь Суртис все свалил на непростое время в стране и пообещал когда-нибудь устроить прощальный матч для Сашо и других легенд клуба. Да когда потом? Каких других легенд? Никто за Динамо не сыграл больше, чем этот человек. Он достоин отдельного матча именно для него. И сразу, пока он был в форме. Почему это не сделать? В общем, кажется, тут если и не повторится история с Пуёлем и его типа прощальным матчем, то будет устроено что-то абсолютно обыденное и формальное. А жаль. Вторые. Две легенды Челси. Фрэнк Лэмпорт и Петер Чех. Люди, с которыми клуб по сути в последние 15 лет и ассоциировался. Касательно Фрэнки и вовсе почти все думали, что именно он капитан синих, а не Джон Терри. Они втроем, плюс еще Драгба стали символами сильного Челси. Но у Джона и Дидье было красивое прощание, а у этих двоих нет. Оба игрока в межсезонье просто тихонько подкинули команду без всяких почестей. Чеху сказали, что он слишком стар и пришло время Чебокуртуа, поэтому отправили в Арсенал. А с Фрэнки просто отказались продлевать контракт. Так что полузащитник ушел в Мансити, где провел еще один сильный год. И, как я уже рассказывал, с Фрэнки классно попрощались именно в Манчестере. Челси же лишь позвал игрока уже после завершения карьеры пройтись по стадиону и сказать фанатам «пока». Вроде и приятно, но согласитесь, ведь совсем не таким должно быть прощание лучшего бомбардира в истории клуба со стадионом и фанатами. Кстати, подробную историю карьеры Лэмпорда вы можете посмотреть в ролике канала «Гол 24». Узнаете много интересного, ссылка в описании. Подписывайтесь. А вот Петра Чеха, который ради Челси чуть не отдал жизнь, когда в одной из игр, спасая команду, бросился за мячом в ноги и получил серьезную травму. Вот этого человека сейчас на Стэнфорд-бридж будто бы уже и не помнят. И даже такого прощания с синими, как у Лэмпорда, ему не устроили. И первый, конечно же, и Кер Кассильес, и его уход из Реала. Хотя вообще в королевском клубе многим говорили прощай без всяких почестей. Зубастику Роналда, Роберто Карлосу, Пепе недавно, да и Гути проводили кое-как. Но стоп, это же сам Кассильес, воспитанник команды и ее гордость. Он был стеной и пять раз подряд признавался лучшим голкипером мира. Больше него игр за Реал провел только Рауль. Касс выиграл в карьере все, что возможно. Но, как оказалось, так и не заслужил элементарного уважения. А ведь он всем сердцем любил родной клуб, но проститься с ним будто бы не захотели. В июле 2015 на сайте мадридцев появилась сухая новость о том, что вратарь перейдет в порту. А потом многолетний капитан созвал пресс-конференцию, на которой в одиночестве, как будто никому это больше не было нужно, объявил об уходе и все время, пока зачитывал решение, не мог сдержать слез. Он с трудом выдавливал из себя каждую фразу. Было видно, что если есть в мире человек, который больше всех на свете любит Реал, то вот он прямо здесь сидит в одиночестве и ревет. И, наверное, плакал вратарь не только потому, что заканчивался великий этап в его карьере, а еще и потому, что в конце этой самой великой карьеры славный герой прошлого оказался никому в родном клубе не нужен. Друзья, я очень надеюсь, что хотя бы некоторым футболистам из сегодняшнего рейтинга родные или ставшие родными клубы все же устроят прощальные матчи. Хотя, понятно, это будет уже совсем не так трогательно и искренне, как было, например, с Франческо Тотти. Топ про него и лучшие прощания с футболистами смотрите здесь, это очень круто. Ну а прошлый топ про самые перспективные команды мира с лучшими молодыми игроками в составе прямо сейчас увидите вот тут. Александр Журавлев о Спорте ТВ. Уважайте старших. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова